Канна, добрая волшебница и сестренка. Первая серия. Встреча Канны и Акихира. Некоторое время назад мы вам рассказывали о приключениях мальчика Акихира и его подруги, девочки Чиоки, у которой есть волшебный кот, тип. Но мало кто знает, что у Акихира есть младшая сестра. Она была довольно стеснительной и тихой, да и не сильно общительной, но она была доброй. Сестренку звали Канна. Канна была тоже доброй волшебницей, как и Чиока, но она еще не все умела. До недавнего времени мальчик жил один в своем доме. И однажды сестренка прилетела к нему. Вот как это было. Случилось это в конце лета, утром. Акихира проснулся, почистил зубы, позавтракал и решил отправиться на улицу. Ах, хорошо сегодня. Свежий воздух, солнце. Сейчас прогуляюсь. Почему-то мне кажется, что сегодня кто-то прилетит. А кто? Может Чиока? Хотя мы сегодня не собирались никуда. Наверное, мне просто кажется. Пойду я к фонтану, а там подумаю, куда пойти дальше. Ах, мне все-таки не хватает одного родного человечка. Не хватает. Акихира отправился к фонтану, где обычно встречался с Чиокой. Мальчик быстро дошел до фонтана. Затем мальчик посмотрел на тропинки и на небо. Так, тучек вроде не вижу. Можно пойти по длинной тропинке. Вдохновение буду ловить. Напишу что-нибудь интересное. Да, пойду по длинной тропинке. Только Акихира хотел отправиться по тропинке. Как вдруг мальчик увидел в небе девочку на летящей метле. Но это была не Чиока. Девочка не очень умела управляла метлой. Хм, кто это? Мне эта девочка кого-то напоминает. Ох, метелочка. Мне надо вниз. Лети вниз. Вдруг метла резко полетела вниз. Ой, мне так быстро. Ой-яй-яй. Мамочки, я боюсь. Остановись. Ой, девочка в беде. Держись. Я бегу к тебе. Метелочка, я сейчас разобьюсь. Остановись. Девочка в итоге приземлилась, но попала в фонтан. Она сильно промокла. Мокрой была почти вся одежда. И юбочка, и гольфики, и туфельки. Мальчик прибежал к девочке. Не успел. Прости, ты не ушиблась? Ох, я... Оказалось, это была сестра Акихира, Канна. Канна быстро узнала своего брата. Да и братик тоже узнал свою сестренку. Братик? Это ты? Ага. Канна, сестренка! Братик, я так рада тебя видеть. Хе-хе-хе. Ой, я вся мокрая. Теперь ты мокрый. Из-за меня... Ты чего? Все хорошо. Братик, прости свою глобую сестричку. Я так плохо летаю на метле. Она меня не слушается. Братик... Успокойся. Надо бы тебя посушить. Пойдем ко мне домой. Ты обо всем расскажешь. Хорошо. Вскоре Акихира и Канна дошли до дома. Мальчик переодел сестренку, дал ей одеяло, повесил на сушилку мокрую одежду и дети сели на диван. Я давно тебя не видел. Я пытался до тебя дозвониться. Писал тебе письма, а ты не отвечала. Я уже не надеялся тебя увидеть. Ох... Братик... Папа не хотел меня отпускать. Он сильно за меня переживал. Он боялся, что ты не сможешь за мной приглядеть. И что я многого не умею. И еще не умею пользоваться волшебным зеркалом. И не знаю, как отправлять тебе письма. Я хотела, но... Да... Я еще ничего не умею. Братик, из меня просто ужасная волшебница. Сестренка, не плачь. Прости, я не знал. Не плачь. Я тебе помогу. И всему постараюсь научить. Ты мне поможешь, братик? Да, помогу. Ах... Ах... Спасибо. Прости меня. Я такая плаксивая. Не умеха я у тебя. Ах... Ничего, все нормально. Научишься. У тебя есть с собой волшебное зеркало? Ну... О! Да! Есть! Смотри, тут ничего сложного нет. Вытаскиваешь зеркало, смотришь на себя. Да. Говоришь, вызываю... Ну, например, меня, то есть Акихира. Если я доступен, я тебе отвечу, и ты увидишь меня. Оооо! Можно попробовать? Конечно! Так... Вызываю Акихира. О! Вот ты звонишь. Привет! Привет! Хе-хе-хе-хе! Вот. А если я тебя вызову или кто-то еще? Потри чуть-чуть зеркало, и все. Ты увидишь меня или кого-то еще. А! Поняла! Письмо отправить тоже просто. Пишешь его, потом кладешь в волшебный конверт, говоришь, кому его отправить, и письмо прилетит тому человеку, которому ты написала. Братик, спасибо! Пожалуйста! Слушай, расскажи, как у тебя дела в целом? Как мама и папа? Ну, все хорошо. Мама и папа в порядке. Скучают по тебе. Я безумно хотела тебя увидеть. Но папа не отпускал меня. Он больше всего боялся. А мама была спокойна. Надо бы навестить маму и папу. Обязательно к ним прилетим. Да! Но как же ты один здесь живешь? Ну, ты знаешь, я все-таки не одинок. Я успел познакомиться с одной девочкой. Чиока ее зовут. Чиока? А она волшебница? Ага, да. Как здорово! А ты познакомишь меня с ней? Конечно! Хорошо. Эм, братик, можно я у тебя останусь? Я хочу побыть с тобой. Пожалуйста! Можно! Оставайся! А! Правда? Спасибо! Спасибо тебе, Аки-чан! Не за что! Ты высохла? Вроде да. Спасибо тебе, братик! Пожалуйста! Кстати, у меня в шкафу осталась твоя одежда. Давай я тебя переодену. О, давай! Там как раз моя любимая одежда осталась. Аки-хиро дал Канне ее любимую одежду. Девочка надела белую кофточку, красное платьице, белые гольфики и красные туфельки на маленьком каблучке. А еще на волосах Канны появился розовый бантик. Ах, как здорово! Тебе нравится, братик? Да, ты великолепна, сестренка! Спасибо! Я давно уже ее не носила. А теперь буду носить. А когда меня не было, ты вспоминал обо мне? Конечно, вспоминал! О, а помнишь, мы вместе учились колдовать? Ты хотела наколдовать арбуз, а получились конфеты! Хе-хе-хе! Да, я помню! А у тебя вместо мороженого получился кленовый сироп! Хе-хе-хе! Да, было весело! Мама с папой говорили, что у волшебников должен быть фамильяр. А у меня пока никого нет. Ничего, появится! Хочешь, мы завтра пойдем искать тебе фамильяра? Мы пойдем искать фамильяра? Вместе? Ага! Я так рада! Братик, давай! Давай, давай! Я с удовольствием пойду с тобой искать фамильяра! Отлично! Молодец, сестренка! Братик! Хе-хе-хе! Ты самый лучший! Хе-хе-хе!